Добрый день, мои друзья, мои почитатели, мои зрители и зрители портала Ивона. Я сегодня начинаю свой, как говорится, марш-бросок, отвечаю на ваши звонки, отвечаю на ваши смс-очки. Поэтому те, кто не успел задать свой вопрос, задавайте, я постараюсь на него ответить. Но сейчас пришла масса вопросов, которые действительно вас волнуют. Это и жизнь личная. Очень хотелось бы с каждым из вас познакомиться, каждому ответить на ваши все, как говорится, душесчипательные, насущные вопросы, те, которые каждый день нас волнуют, это и любовь, и семья, и благополучие, и работа, и наши детки, которые иногда выбиваются у родителей из-под рук, потому что они постоянно сейчас работают, почти, говорится, не видят цвета белого. Кто не нашел работу, это тоже проблема. Но я думаю, что мы все справимся с этими всеми вещами. Я постараюсь дать тот совет, который нужен именно вам. И давайте будем надеяться на руку судьбы. Вот те сейчас смс-ки, которые сейчас прозвучат, то есть ответ на ваши смс-ки, которые сейчас прозвучат. Будем считать, что это проведение затронуло именно тех людей, и они попали на глаза моему менеджеру и мне в том числе. Поэтому давайте начинать. Я готова отвечать. Первый вопрос задает Екатерина. Уважаемая София, у меня хорошая семья, но недостаток. Муж меня часто обманывает. Я знаю, что он меня любит, хочет сделать как лучше. Получается, как всегда. Все тайно становится явным, и все по денежному вопросу. Последуйте, как изменить положение. Дата моего рождения 20.11.1982. Мужа 9.03.1976. Заранее спасибо. Деньги. Понимаете, муж, он же рыбка, 9.03, он же, как говорится, рыбка. Получается так, что рыба, она ищет там, где глубже, и она по своему характеру хочет что-то скрыть. Вот, знаете, куда-нибудь так, в норку, где-то так, раз. Поэтому вот эти моменты. Вот, Катенька, вы скорпион, вы на стыке со стрельцом. Скорпион и стрелец, это уже как бы скорпион. Жало у него такое, знаете, ядреное, то есть огненное. Ну и, конечно, эту рыбу за хвост. И так, куда спрятал задачку. Ну, что я могу подсказать? Я сейчас сброшу на карты, посмотрю, насколько это далеко у вас зашло. Но я вам хочу сказать ещё такой момент. Вы не обижайтесь на него. Это его планета такая. Планета его, как бы и дракон, с одной стороны, и рыба. Он хочет своё, как бы, хранить и любоваться. Он не может быть без вот этой, как вам сказать, настолько ему сейчас тяжело. Девятое, ноль третье. Он в очень сложный период родился. И ему настолько сложно ощущать свою несостоятельность. Если только у него где-то что-то складировано, лежит где-то так вот, ждёт, он открыл, посмотрел, ага, у меня это есть. Всё, закрыл. Он не собирается это тратить. Ему кажется, что если он что-то накопит и вас удивит в хорошем смысле, то он будет чувствовать свою значимость. Это такой мужчина, это такой у него характер. Мы прощаем все эти капризы наших мужчин. Вы должны знать, что это его слабое свино. И здесь он питает и черпает свою силу в каких-то денежках или каких-то вопросах, которые он оставил где-то на потом. Что самое интересное, в вашей семье уже зарумянилась новая душа и новая планета. Вот вы сейчас должны заняться своим здоровьем, потому что буквально на подходе у вас идёт рождение новой души. Мальчик, мальчик, приход в вашу семью мальчика. Не отказывайтесь от этого ребёнка и ничего не делайте. Страна выйдет плавно в русло стабильности. И вы должны помнить, что вы нужны друг другу, вы любите друг друга. А я вам помогу. Я сейчас поставлю на вас обережек один. И для того, чтобы ваш муж постоянно вам делал не только комплименты, но и денежные, как говорится, давал дивиденды. Что я хочу сказать ещё для всех моих девочек, которые сейчас смотрят, которые интересуются моим, как говорится, родом деятельности и у которого сейчас крик души. Просто чувствую, от вас сейчас такая волна пошла. Не просто интереса, а просто достучаться до экрана. Не переживайте. Все вопросы личного характера, они, конечно же, решаются индивидуально. Но, пожалуйста, указывайте не только своё имя, но и дату рождения. Так легче считывать информацию. Спасибо большое за ваше обращение и смс-ка. Катерина, у вас всё будет хорошо. Так, следующий вопрос. Вот интересный вопрос от Виктории. София, у нас дома живёт домовой. Как его приручить? Виктория. Так, Виктория, домовые не приручаются, они не кошки, не собаки. Это хозяин ваш. Как сделать, чтобы он был благосклонен к вам? В каждом дому, в нормальном, хорошем дому живёт домовой. Что нужно для этого сделать? Первый день новолуния. Ставите блюдце в правом углу вашего дома. То есть, как определить, вы заходите в двери гостиной, и с правой дальней правый угол он должен быть у вас. По сути дела, смотреть на север этот угол. Этот угол называется красным. В этом углу не должны стоять телевизоры. Если, конечно, уже очень сложная такая вот как бы планировка квартиры, очень сложная, может быть, однокомнатная квартира, постарайтесь всё равно этот угол сделать такую как бы этажерочку маленькую, где стоит иконочка. И этот дальний угол красный нужно будет положить туда монетку, пятачок, это на денежку. Нужно поставить блюдце с молочком и конфетки. И попросить своими словами домового, чтобы он вам помогал. Если вы будете на протяжении всего года каждый день новой луны, да, то есть, получается, первый, вернее, день новой луны, каждое новолуние так делать, то вы увидите, что в вашем дому появятся денежки и благополучие. И предупреждаю, свистеть в дому ни в коем случае нельзя. Иначе вы посвистите своего домового. Поэтому я желаю вам удачи. Я уверена, что если он у вас живёт, постукивает чашечками, что-то перепрятывает, как-то вам шалит, как-то. И вы знаете, вот домашние животные, кошка, кот, это забава домового. Если вы хотите благосклоны, заведите кота. Заведите ему игрушку. Это кот. Спасибо большое за ваш вопрос. Всего доброго. Следующий вопрос от Марины. Марина. У неё два вопроса. Первый вопрос. Расскажите, а как обезопасить от сглаза маленького ребёночка? Маленький ребёнок до 7 лет считается ангелом. Знаете, вот если вы заметили, что вашего ребёнка глазят, но сейчас такие карапузы, но просто как, знаешь, с картинки. Вот если вы видите, что вашего ребёнка глазят, возьмите его правую ручку, а облежите её так, знаете, как мама, только слезу. Облезать и три раза сплюньте через плечо. Это самая быстрая скорая помощь от сглаза маленького ребёнка. Теперь две булавки. Одна булавка должна смотреть вниз, да, закалываете вниз, колоть языки, а вторая булавка закалывается, подкалывается ребёнку из-под низу, где-то ближе к полу, иголкой вверх. Это значит колоть глаза. То есть, это бабушка моя так делала. Одна иголочка закалывается вниз, булавка головкой вниз закалывается, вторая булавочка закалывается вверх для того, чтобы колоть глаза. И вот настолько это быстродействующие вещи. Но ещё я чётко должна вам сказать, что у ребёнка ни в коем случае в ногах, в его кроватках, в ногах не должны стоять иконы. Иконы все должны находиться в его изголовье, для того, чтобы ребёнок был долгожителем. Это самая большая, как говорится, порада в данный момент. То есть, это мой совет. Теперь, как быстро обезопасить? Мама должна чётко понимать, что от её слов зависит жизнь и здоровье ребёнка. Ну и, естественно, есть масса обережков, оберегов. Самые короткие я даю сейчас. Скажите на своего ребёнка, когда он идёт на улицу, сейчас очень много таких моментов, когда мамочка и вообще бабушки, папа переживают, ребёнок идёт в школу или ребёнок идёт в садик, чтобы он благополучно добрался до дома, если постарше, или вы идёте куда-то на прогулку, потому что дети у нас как юла отвернулся, он уже где-то там на горке или ещё где-то. Когда ребёнок сам идёт куда-то, вот он ходит в двери, и вы говорите вслед своему дитю, «Иди гуляй, до себя не потеряй, Иисус Христос тебя вернёт и за руку назад домой приведёт». Аминь. То есть вы обезопасили своего ребёнка, и этот ребёнок вернётся домой в целости и сохранности. И, конечно же, есть масса оберегов. Я обожаю работать с детьми, они непосредственные, их детская энергетика очень сильная, и очень легко с ними работать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по безопасности, по тому, чтобы поставить на них оберег, конечно же, нужно эти вопросы довести до конца. Ещё один вопрос от Марии, наверное, который волнует многих сейчас людей. От Марины. «Переживаем за ситуацию в Донецке». Скажите, что будет с Украиной в ближайшее время? Вы знаете, этот вопрос волнует и меня, потому что в Луганской области находятся мои родители, находятся мои друзья, находятся мои близкие люди, любимые, родные. И перед самыми всеми событиями мне снились очень тяжёлые сны. Что я хочу сказать? В таком случае, когда у человека есть вопрос переживаний и волнений по поводу своего дома, по поводу своего городка, города, всё, что касается Донецка, я сейчас брошу. Продолжение следует... Вы знаете, очень сложные времена наступили, всё, что касается Донбасса, всё, что касается Украины. Очень сложные времена наступили по поводу передела и так далее. Я вижу, что сама карта показывает, что сам Донецк стал эпицентром серьёзных событий. События, которые волнуют любого человека. События, которые не скроешь, это не иголка в стогу сена, которые режут душу любому человеку. Я вижу, что тот котлован горечи и боли, он будет разрешён до августа месяца. Нам нужно всем молиться, чтобы не было жертвы, чтобы не было каких-то серьёзных эксцессов. Я просто призываю, кто смотрит, кто обладает какими-то способностями и просто душой своей желает мира и добра, стать на сторону мира, не распалять и не разжигать именно вот эти страсти. Я вижу, что будет серьёзное противостояние, которое должно закончиться в августе миром. Любая война начатая, она заканчивается перемирием, и все стороны должны сесть на, как говорится, подписание. Очень сложная тема для меня лично, очень сложная. Я буду молиться, и все, кто меня сейчас слышит, вы тоже присоединяйтесь к этой молитве. Я просто сейчас буду читать молитву, а вы указываете имена свои и своих близких. Хорошо? Давайте. Я хочу поставить оберег тех, кто сейчас именно слушает меня. Матушка Богородица рано вставала. Молитву о Своём Сыне Христе читала, будто мой возлюбленный сынок, возглядом Всевышнего Творца Твоего Бога Отца. Всюду спасён от любой беды до известного времени обороню. Ангелы молитву услыхали, Господь Богу все слова её передали. Так бы и мне, так бы и нам, Божьим рабам, эту милость познать, чтобы беды в своём доме, в своём городе, в своей стране избежать. Господи, спаси, Святая Троица, помоги. Во имя Царь, Сын Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Называйте имена своих родных, своих близких, своего города, все, кто меня сейчас слышит. Называем имена. Аминь. Следующий вопрос. Дарья, Даша спрашивает, с кем из звёзд, которые приходили на проект, вы общались? Или, возможно, запомнилась какая-то конкретная история, вот так вот. Ой, вы знаете, я считаю, что мне просто посчастливилось, вот просто я, наверное, всё-таки любимчик планет, любимчик судьбы, и мне посчастливилось встречаться с такими нашими, любимыми, просто легендой нашего кино, это Оля Санская. Это просто, я просто счастлива, что я столкнулась с этим человеком, насколько он простой, насколько он щедрый, насколько, ну просто, её вот доброта, её простота, её открытость. Вот я почему-то, знаете, вот смотришь со стороны, да, вот человек, который занимает, вот его жизнь подняла на пьедестал и поставила. Роксолана, да, он наша Роксолана, ну насколько она простая, насколько она добрая, насколько она открытый человек, и от каждой женщины идёт сумасшедшая энергетика, идёт сумасшедшая энергетика от той же Катрин Денёв, насколько они умеют себя держать, сильные женщины. Татьяна Догилева, простые, простые люди. Жанна Эпле. Вот я просто, вот просто счастлива, что мне этот проект дал такую возможность пообщаться с этими людьми не просто в кадре, но и за кадром. И я вижу, что каждая из них прошла свои жизненные удары. Но я поняла одну вещь. Любая женщина, которая поднимается в шоу-бизе, где-то в кино, становится вот просто, знаете, как вот ты становишься в этот, падаешь просто в какой-то вот момент, ты чувствуешь, что на тебя смотрят, на тебя равняются. Ты не имеешь права, вот не имеешь права быть слабым. Ты не имеешь права быть невыспавшимся, не имеешь права быть надломленным. Ты всегда должен быть, вот знаете, держать вот этот удар. И от каждого, от этого человека, от каждой женщины я взяла положительный момент. Я увидела, что они были в своё время преданы, в своё время они были в забвении в каком-то, и потом опять они взошли. Вот это самое главное — держать удар. И наши украинские женщины, это не говорит о национальности, о национализме. Это говорит о нашем приверженности к какому-то определённому моменту, родине, к земле, где мы выросли, где наши предки были серьёзными продолжителями рода. И мы, женщины, единственное, вот именно мы, женщины, должны положить конец войне. То есть своей мудростью. Вот они мне дали возможность, вот эти известные женщины, они мне дали возможность просто-напросто понять один момент. Мы всё-таки берегини нашего рода. Мы берегини. Мы, которые зачинатели вот этого мира. Поэтому, девочки, мы выдержали многое, прошли многое, и каждый из нас стали тем, кем являемся, сильным стержнем нашей семьи. Как, говорится, кто, как не мы, должны держать руки, вот так, кулачки за нашу судьбу, за судьбу наших детей, за судьбу наших мужчин, за судьбу нашей страны. Я люблю вас, всех обожаю, всех, каждого из вас. Поддерживаю, каждому кланяюсь, говорится, до земли, за вашу именно любовь, за вашу стойкость, за то, что вы тоже умеете держать удар по отношению к ударам судьбы. Ещё один вопрос. София, верите ли вы в вещи и сны? Возможно, вы видели какой-то сон перед проектом. Вы знаете, да. Сны постоянно меня преследуют. Вот мне приснился сон. Я была у своей дочери в Германии. И у своей семьи там находится и моя семья, и мои близкие, мои друзья. Я была там, и снится мне сон, снится мне мама. И она говорит, что ты должна ехать на Украину. И я ещё получила этот сон, ещё задолго до событий, которые были в Украине. И она сказала, место твоё там, ты там нужнее. И я вздохнула, знаете как, думаю, ой, ехать на Украину, когда все мои близкие здесь, то есть какая моя миссия. И мама сказала, что ты должна помочь 40 людям в один день. Я просто, ну как бы для меня этот сон был, каким-то вот я почувствовала, что этот сон является для меня каким-то вот таким вот как бы импульсом. Потому что мама просто так не снится, её нет уж в живых. Давным-давно мне было 8 месяцев, когда она погибла. И поэтому для меня это было, ну каждый раз, когда она приходит во сне, и для меня это очень событие серьёзное. И она сказала, что ты нужнее там, ты должна поехать и исполнить свой долг спасти 40 человек. То есть в один день спасти 40 человек. И она мне показала некоторые картинки, которые потом, эти картинки повторились на проекте. Например, картинки, которые вот именно испытания с песком. Представляете, песок, вот представьте себе, мне снится, я выхожу на балкон, песок, какие-то сопки полуразрушенные, какие-то дома. И две птички, одна птичка садится среди кустов в песок, там где столбы, такие каменные столбы, как сваи, знаете, недостроенное или разрушенное здание. И одна птичка садится на балкон. Я вижу, что у одной птички пёрышко в клюве чёрненькое, но она белая. А второй, именно голубка, сама она белая, и во рту белое пёрышко. Я сначала не могла понять, при чём здесь песок, при чём здесь недостроенные эти здания или полуразрушенные. Но когда я пришла на испытание, увидела эти сопки, и когда мне дали испытание, и вытащила со своего, в своём пассиансе, моя карта выпала два цветочка, то я поняла, что это две голубки, это именно они. И когда я кричала, что это два человека, я стала искать. Но у меня не было уже времени, очень долго был поиск, меня разрывало по энергетике в две стороны. Я уже поняла, что я должна искать одного человека, одну девушку. Я поняла, что она будет блондинка, беленькая. И когда я спросила, действительно ли у вас есть сестра, тоже она как бы белая, но с чёрным пером. Вот я просто аналогию провела по этому сну. Я поняла, что она или окрашена в чёрный цвет, или у неё были такие моменты, когда она хотела в свои волосы стать брюнеткой. Вот этот сон меня просто вёл. Так, хорошо. Маша интересуется следующее. София, расскажите, как вы оцениваете своих конкурентов перед финалом? Существует ли у вас дух соперничества? В любом случае дух соперничества существует. Это было бы каким-то, я не знаю, неправдой, если бы я сказала, что духа соперничества нет. Дух соперничества, он идёт след в след, знаете, как собака, которая идёт за своим хозяином. Потому что здесь, ну, не зря же это битва экстрасенсу. И чай попьём, как говорится, кофе где-то, потом встретимся и посмеёмся над всем этим, как говорится, обоим. Это мы уже попозже. Но сейчас мы все в таком адреналине, все в таком, знаете, состоянии такого полуаффекта, с такими большими глазами. И ты прекрасно понимаешь, что рядом стоят достойные победители. Я разговаривала со своими родителями. Они находятся в Луганской области. И они рассказывали, что они стащили телевизор на пол, или на пол, потому что они очень сильно боялись каких-то там внутренних тех моментов, которые происходят сейчас. Но они всё равно смотрели, слышали хлопки за окном происходящих событий. Но в тот же момент они лежали на полу, два моих любимых человечка, и смотрели битву экстрасенсов. То есть у них был свой бой, у них была своя битва, и это отвлекало их от каких-то тёмных каких-то мыслей. И в этот момент они сказали, дочечка, держись. Мамулечка сказала, вы достойны, Яков, Леночка, ты, Соночка, вы достойны, каждый из вас достойен победы и, как говорится, короны, ну, своего приза. И вы молодцы, держитесь. Я говорю, мам, за кого ты болеешь? Она, ну, вот если бы ты была бы, ну, если бы ты не была моей дочкой, то я болею за Яшу. Они, короче, разделились. Там у нас получается такой, получился, ну, как вам сказать, такой внутренний свой, кто ставит галочки, да, за каждого болеет, говорит, я болею за тебя и за Яшу. Так сказала мне мама. Так что у нас, у нас там свои бои, папа только болеет только за меня. Он говорит, да, вы классные, все втроём, но говорит, ты моя дочь, а я за тебя болею. А какие испытания из проекта битв экстрасенсов вам больше всего запомнились? Какие вот такие, да? Ширма. Это самое главное. Когда мела метель, когда было холодно, когда зуб на зуб не попадал, когда глаза вот так стояли, и ты должен ещё был на камеру улыбаться, и такой, когда зуб на зуб не попадал, и должен, да, это запомнилось, очень сильно запомнился и мистер Икс, вернее, мадам Икс, запомнилось тем, что нужно было выравнивать энергетику человека, который был в таком состоянии, в наэлектризованном, после моих коллег, перед этим. И я чувствовала, что её желание было уйти, у неё была вот такая вот наэлектризована вся энергетика, пришлось её выравнивать руками, я выставляла руку впереди, и считывала информацию одновременно, это, конечно, были потрясающие чувства. Потом оказалось, когда я уже услышала лично, что действительно так и было, и чувствовала вот эту энергетику сложно, очень сложно считывать информацию с гибели людей. Это серьёзный опыт, потому что в жизни, когда приходят люди со своими трагедиями, и ты с этими людьми тет-а-тет находишься, для меня битва дала массу потрясающего опыта, потому что если ко мне приходили на приём, люди приходили один на один, это стол, два стула, перед тобой глаза, перед тобой энергетика, ты можешь прикоснуться, ты можешь дотронуться до мизинца, ты можешь с человеком вести уже какой-то энергетический обмен энергии, вот сам обмен энергии колоссальный. А здесь нужно было, когда ты проходишь испытание, вдруг говорят, стоп, мотор, подождите, не гадайте, подождите, остановите своё ясновидение, я бы посмотрела бы на других, когда у тебя пошёл поток, ты говоришь, говоришь, а кто-то из операторов, подождите, смена кассеты, подождите, всё, кассетку мы переставили, а теперь, София, давайте, продолжайте. Уже эта энергия, которую ты вот только считывал, она уже, как говорится, вот этот момент проскочил ты, и ты опять по-новому должен настроиться и считать эту информацию. Ну, и очень сложно, конечно, запомнился тот момент, когда машина пошла под лёд, потому что я неоднократно тонула в своей жизни и проваливалась и под лёд, если бы родители знали всё, они бы, конечно, держались не только за сердце. И вот эти моменты, те, которые касаются воды, я сразу входила вот в это состояние, вот этого момента, когда приближаешься к какому-то непонятному состоянию, когда душа… Вы знаете, вот когда человек умирает, оказывается, душа, думает, выходит вот так? Нет. Ты превращаешься в такой какой-то сгусток, как будто ты маленький-маленький, и твоя душа выходит, вот она через сердце. Почему у нас, у славян, мы говорим, мы живём сердцем? Да, у нас душа в этой области, то есть мы живём сердцем. Так вот, душа сама выходит именно через чакру сердца. И вот это состояние боли идёт через сердце. Так, у нас много вопросов, поэтому давайте попробуем немножечко покороче. Давайте. Тут очередной вопрос, вернее, вопрос у Аллы по поводу того, выйдет ли она замуж. Дата рождения есть, Алла? Алла. 28-12-84-го, ей 29 лет. До сих пор не замужем, и женихов нет. Есть фотка, показать изображение. Можно показать изображение? Можно. Вот, давайте. Ага. Вот какая красотуля. Так, а можно вот так, немножечко? Как, или же? Хорошо, что есть фотография. Ну, я вижу, что, Аллочка, у вас есть два именно момента, которые вы пережили, пережили всё, что касается ваших личных, ну, как бы, отношений. Да? Я вижу, что эти отношения закончились крахом. То есть, один вы надеялись настолько серьёзно, думали, что эти отношения приведут к врагу. Прямо вы себя видели в белом платье. Но это всё, как говорится, рассыпалось, как дым. Сейчас смотрим. Алла. Выдет ли замуж. Послушайте, вы получили жизненный урок, но вы не сделали вывод. Вам нужно научиться себя любить и любить до такой степени. Алла, вы очень красивая девочка, но вам нужно научиться себя любить. Замуж вы выйдете, парень у вас будет младше на два года. Это случится в сентябре месяце пятнадцатого года. Вы в данный момент должны заняться обучением. У вас идёт карта учёбы. Вы должны пересмотреть свою профессию. У вас золотые руки. Вы должны отдаться в своей жизни. Вы должны научиться работать руками. Ваше сердце золотое. Вы всех прощаете, и вы не научились давать сдачу. Вот когда вы не только удар научитесь держать, но ещё и давать сдачу в своей жизни, именно постоять за себя, за своё самолюбие, не прогинайтесь перед мужчинами. Встаньте и обретите корылья. Вам нужно научиться себя любить и уважать. Вы это делать не умеете. Постарайтесь это понять. Вы выйдете замуж. Первый у вас будет сын. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Всего доброго. Я бы хотела сказать всем моим девочкам, которые вот сейчас обращаются, которые сейчас могут смотреть в данный момент этот телемост. Я бы хотела с каждым из вас индивидуально, потому что энергетика, считывание информации через фотографию, всё-таки она притупляется в связи с тем, что идут, как говорится, носители, технические вот эти моменты. А если идёт считывание вибраций голоса, это просто было бы шикарно. Я желаю всем удачи и обрести свою вторую половинку. Елена спрашивает, поступит ли я её дочку допланировала, то есть что есть дата рождения. Имя, имя есть ребёнка? Нет, нет. А, Даша, дочь Даша. Даша, дата рождения? 18, 11, 94. 18, 11, 94, да? 1, 8, 9, 10, 11, 11 плюс 7, 9, ой, 9 год жизни на цикле. Послушайте внимательно. А мамочку как зовут? Елена. Леночка, послушайте внимательно. У Вашего ребёнка девятый год жизненного цикла. Она планировала уже 4 года, идёт возле неё энергетика 4 лет, когда она спланировала себе, куда бы она хотела поступить или какой профессией бы она бы себя заняла в своей жизни. У неё будет 2 серьёзных, 2 серьёзные перемены, то есть скачка. Это профессия и ещё накладываться будет 2-я профессия. Что я хочу сказать? Поступит ли Даша туда, куда она хочет? Ей нужно выбрать 2 направления, ей нужно поступать в 2 заведения. Да. То, что она хочет... Ой, какая прелесть! Очень хорошая, хромалящихся людей. Единственное, предупредите своего ребёнка, пусть смотрит себе под ноги, потому что она может споткнуться. Это не споткнуться в жизни, это споткнуться в прямую. Пусть она бережёт правую ногу, упасть на колено, пусть бережёт себя. Ваш ребёнок поступит туда, куда он хотел, но она должна идти в 2 заведения. Это 2 основных, откуда она получит ответ «да». Ну, а своё, как говорится, резюме пусть рассылает во многие заведения. Следующий вопрос о том, как можно записаться по моему приём. Спасибо. Я думаю, что… Я только через интернет. Как ты в интернете? Ну, я просто знаю, что мои контакты в интернете. Постарайтесь, пожалуйста, найти меня под именем Татьяна София Литвинова, и вы меня найдёте. Татьяна пишет. Всем здравствуйте. София, вы одна из лучших экстрасенсов. Скажите, пожалуйста, в чём у меня причина неудач и как можно это устранить? Благодарю. Хорошего дня. К сожалению, фото нет. Татьяна пишет. Ох ты. Да. То есть причина неудач, да? Угу. Нафиг смотри. Танечка, в вашей жизни был такой момент, был такой момент, когда вы стояли на раздорожье, и у вас был соблазн иметь отношение с женатым мужчиной. Вас наказали, вас наказала женщина замужняя, бывшая жена этого парня. То есть там получается так, что они как то ли развелись, то ли не развелись, то ли в этом промежутке. И вы, будучи совершенно молоденькой, совсем-совсем молоденькая, вы не знали эту тайну. Эта тайна потом вышла наружу. Так вот, вот эта женщина, она наказала вас. Я считаю, что вам нужно пойти в три храма. Есть такие молебны, которые называются молебен от порчи преподобному Малахии. Преподобному Малахии. Смотрите, это даже, может быть, даже не соблазн, а как та женщина испугалась, что этот мужчина чересчур большое оказывает внимание. То есть вы просто отвечали улыбкой. Вы, ну, как, знаете, неискушенный, да? Девчонка неискушенная. Ну, улыбается мужчина старше по возрасту. Ну, женатый. Улыбаемся мы вслед или улыбаемся в ответ без задней мысли. Но женщина восприняла эти ваши улыбки не как знак вежливости, а как угрозу для своих отношений. И в этом есть причина. Хорошо. Теперь Нави. Этого мужчину зовут Нави. Например, Виктор, Виталий, Наве. вопрос от Ирины по поводу того, что у них проблемы с молодым человеком. Как зовут? Дата есть? Да. Читаем? Да, вот читаем, читаем. Здравствуйте, София. Меня зовут Ирина. Первый ноль девятый тысяча девятьсот девяносто год. Первый ноль девятый девяносто год. Ирина. Мы с моим молодым человеком уже шесть лет вместе. Игорь тринадцатый над второй тысяча восемьсот восемьдесят девятый. Восемьдесят девятый, да? Два года живем вместе. 14 июня у нас запланировано венчание. Но последний год мы очень скандалим. Он мной не интересуется, я очень спильчивая, иногда кажется, что у меня что-то селилось. Волгите, пожалуйста, мы любим друг друга, но понимаем, что если так будет продолжаться, то наши правила будет недолгим. Будет у нас понимание. Спасибо, желаю вам победы в петре трестанца. Ой, спасибо, Ириночка. Смотрите, солнышко, у вас такая дата, которая действительно аннулирует. Это не то, что у вас вселилось, а потому, что оно у вас при рождении. Вы вошли в такие двери. Девяносто год заканчивается на ноль, правильно? 1990-й это девять ноль. Так вот, вот этот нолик, он обнуляет ваши отношения на корню. А у вашего Игоря 13-е, ноль второе. То есть, если по старому стилю, он вообще 31-го января. То есть, у него зеркальное отражение, да, 1-3, 3-1. 13-е февраля, 1-3. Ну, я сейчас прямо нарисую. Нету никаких этих корректора, да, какой-то. Ну, смотрите, 13-е или 31-е. У него просто-напросто по новому стилю идет 13-е. Сейчас прямо нарисую, так жирненько, красиво уже было. Так, у него по старому стилю идет 13-е, по новому стилю 13-е. А по старому стилю отнять 13-е. Это юлианские и григорианские календари. У него 31-е. Зеркалит. Так вот, я считаю, что нужно 13-е эту убирать обязательно в датах рождения. Так как вы хотите венчаться, то вам нужно обезопасить себя. То есть это или с 12-го на 13-е убирается со свечами, или с 25-го на 26-е убирается со свечами за 12 минут до полуночи. Есть такой определенный ритуал, который нейтрализует чертову дюжину вашей дате рождения вашего будущего мужа. И также нужно будет убирать ваш нолик. То есть здесь нужна эта нумерология, с которой нужно поработать. Я бы с удовольствием вам помогла. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Я почитаю за вас обереги. Себе пишу Ирина и Игорь. Так, и следующий вопрос. У нас немного время поджимает, поэтому немного... Да, хорошо, давайте. Так, вот тут интересно. Добрый день, София, восхищаюсь, желаю победы. Ольга пишет. Ой, спасибо. Два года назад после смерти отца я начала очень часто видеть на часах одинаковые числа. 16, 16, 21, 21, немного реже 13, 31, 23, ну, короче, понятно, 20, 32 и так далее. Даже если посмотрю на часы случайно, интуиция развита, иногда снятся вещи из сны. Скажите, пожалуйста, что означает эти числа? Меня это не пугает, а завораживает почему-то. Если есть какие-то способности, как правильно их развивать. Рассказываю. Да, еще что-то. Есть дата рождения 0,1, 0,5, 83. Мама смеется даже, что родилась в Альпургиеву ночь. Буду вам очень благодарна за внимание и ответ. С уважением, Ольга. Показать изображение, возможно. Давайте. Но эти числа, я думаю, что очень многие замечают часто. Интересно про числа, правда. Да, рассказываю. Отвечаю не только для красопедки. Как ее зовут? Ее зовут Оля, Оля, Оля. Вспомнила. Так, Оленька, отвечаю на ваш вопрос. Вернее, вопрос и вопрос. Оленька, когда вы видите на часах одинаковые цифры, как 16, 16, 10, 10, 1, 1, как говорится, это говорит о том, что вы в правильной вибрации. После смерти отца, значит, вы получили от него его ангела-хранителя. Это признак того, что мертвого человека ангел-хранитель опекает вас. Ваша интуиция будет только развиваться. Вы рожденная в год кабана, получится, да, это 83-й, это год кабана. Вы телец. Это говорит о том, что у вас есть такая мощнейшая энергетика Земли. Вы можете подпитываться от Земли, становитесь голыми ножками, босыми ножками на Землю, поднимаете ручки к звёздам, особенно от звёздного неба. Вы будете впитывать и питаться. Представьте, что в вас вливается весь космос, вот именно энергетика, и у вас вырастают крылья. Вот вы просто-напросто представьте вот это, просто вот это состояние. Она будет у вас развиваться. И когда вы уже почувствуете, что выходите в дату Иисуса Христа 33 года, вот там начнётся самое интересное. Сейчас, в данный момент, у вас мощнейшее имя Ольга. Ольга крестила Святую Русь. У вас серьёзнейшее имя, которое будет вам помогать. Самое главное, вы должны знать, что вы будете лечить руками. Поэтому держите чистой душу. Молитесь и будет дадено вам. Всё будет хорошо у вас. Жанна пишет, подскажите, пожалуйста, живу гражданским браком уже два года в сентябре и у нас будет свадьба. Деток пока нет. Мне 33 года, 19-е, 10-е, 1980-е дата рождения. Будут ли у нас детки? А мужа не указала, да? Нет. Как зовут? Жанна. Жанна. Это, скорее всего, и Анна, наверное, окрещенная. Жанна. Ой, это же такие вообще вопросы. Это нужно ещё смотреть и не только дату рождения жены, но и дата рождения должна быть мужа. Поэтому, если вы задаёте вопрос, должны быть имена с двух сторон. Смотрим, будут ли детки. Жанна, тот брат, который находится. Родовой очень надо снимать. У вас по роду были такие моменты, в которых не было деток, были одинокие или проблемы с деторождением. А также у вашего мужа такое впечатление, знаете, как есть люди, которые от разных браков или от разных отношений. У меня такое впечатление, что кто-то вбил клин, чтобы у вас не было детей. Кто-то целенаправленно сделал так, чтобы у вас не было детей. Мальчишка будет, сын, сынуля будет. Вот это то, что я вижу сейчас. Он идет в сын. То есть вопрос, будет ли ребенок, да. Беречь себя, беречь свое здоровье по-женски. Обратить внимание, обращаться к мастер по здоровью, это как доктор. То есть здесь нужно обращаться в медицину и, конечно же, читать молитвы. Ну и поставить в храме 40 свечей о здравии своем и вашего супруга. Если человек хочет иметь детей, он должен в среду, пятницу поститься. Вот строгий пост, можно только хлеб и воду. Вот если вы продержитесь до октября месяца, вы обязательно забеременеете. Вот вы проверите. И я желаю, чтобы у вас родился здоровый, хороший, здоровый душой, сильный ангел-хранитель, родился ребенок, мальчик. Желаю вам удачи. Но здесь такое впечатление, как будто от разных браков с детками кто-то вмешался в вашу семью, все, что касается, как бы не хотели, чтобы были дети именно в вашей семье. Здравствуйте, мой брат Сергей, 12-й на 1-й 83-й. Мы подозреваем, что не надо набирать порцию, даже догадывается, кто это сделал. Подскажите, как убрать порцию, Жанна? Так и есть. Идентичная энергетика с 1-й Жанной. Прям идут как в одном русле. Вошли прям в одно русло. Как одно русло. А Сергей, какое это рождение? 12-й 1-й 1983-й. 83-й. Ну конечно он же рожден 30-го, 12-го, 82-й. Это високосник, рожден на 0-е. 0-й нужно заговаривать. здесь нужно заговаривать его 0-й. 0-й притягивает к себе пустоту и рушится все. То есть, когда человек рожден на 0-е, а он рожден на скрытом 0-е, то тогда этот скрытый 0-й как будто мина замедленного действия. Все, что туда сеется, оно просто не прорастает. Это чтобы вам было понятно, вот чашка например с чаем, если бы у этой чашки не было бы дна, сильно ли можно налить туда чай, для того, чтобы выпить этот чай? Нужно столько лить, чтобы постоянно эта вода была в этой чашке без дна, правильно? Поэтому, если судьба дает нам какое-то счастье, а у нашей чаши, которую мы подставляем для этого счастья, нету дна, или она имеет, как говорится, какой-то ущерб, правильно? То здесь не сильно напьешься этого счастья. Поэтому здесь нужно заговаривать мужской 0, который тормозит вашего Сергея. Всего доброго! Следующий вопрос о машинах. Так, там оберег надо ставить. Оберег не поставим в интернете. Но это нужно будет заговаривать какой-то предмет, если все, что касается машины, это индивидуально, потому что это оберег. Мы же не можем переложить эту ответственность просто на кого-то. это индивидуально то, что прикасается, например, вот предмет, который я держу в руках и который заговаривается, дается человеку. Или человек на той стороне экрана держит свой предмет, и тогда можно через вибрацию его голоса заговорить этот предмет. Но это индивидуально нужно делать. Анна пишет. Здравствуйте, София. Я прошу у вас помощи. Я жду ребенка. Так сложилось, что отец ребенка начал пить и поднимать на меня руку. Я решилась уйти, но он начал угрожать мне и моей семье, и это приходило к действию. Я очень переживаю за свою семью и своего ребенка. Подскажите, как мне поступить в этой ситуации? Отстанет ли он от меня? Дата моего рождения 8-12-1994-й. 94-й. 8-12-е. Так, в 12-е, там 30. Сейчас, секундочку. Здесь 8. 8-9-10-ть, 11-ть, 12-ть, 13-ть, Давайте я поставлю сейчас просто оберег вам, Анечка. Он очень короткий, но я по поводу вас беременна, оберег на сносях. Так, разогрейте, пожалуйста, ладошки, все телезрители, которые меня сейчас слышат, это не в вашу сторону, не по вашему адресу, поэтому вас это не коснется. Анечка, если вы смотрите сейчас меня, разогреваем ладошку, поставляем вот так вперед ладошку. О, энергетика пошла. Так. Переступи, Господи мой, порогласови, Господи мой, берег от пули, ножа, огня, топора, верегки, дел разбойников. Трижды тремя путями, трижды тремя дорогами, Божьими оберегами, коль со злом, кто на порог рабы Божьей Анны станет, тот жизнь свою здесь оставит. Не спасет его ангел, хранитель не сбережет и вызбавитель вся, кто со злом к рабе Божьей Анны придет. Трижды тремя муками умрет не делать моего заклятия, берегиного проклятия, Тысяча тьма одесная, сила защитная и чудесная, ангелы пред рабы Божьей Анны, их крыла над рабы Божьей Анны, во имяце Сын Святой Духу, на небресной вовеки, Аминь. Вокруг рабы Божьей Анны крох чертил его нея, Богородица моя, во имяце Сын Святой Духа, Аминь. Адам, Отец, и его мать, никто не сможет рабы Божьей Анны душу забрать, Аминь. Все вопросы по поводу оберега, Анечка, по поводу вашей семьи, работать с вами индивидуально, работать индивидуально. Но если вы видите, что уже все, что касается уже безопасности, то есть такой заговор, Адам, Отец, Ева, Мать, никто не сможет мою душу забрать, Аминь. Очень короткая, такая, как говорится, формулировочка, но она быстро действует и сразу же приводит в чувство того человека, который нападает или словами, или уже в действии приводит в действие свои силы. У нас уже время подходит к концу. Я только, я только, я только, я только расходила. Да, да, к сожалению, ты скажешь, я рада с вами пообщаться, даже вот в данный момент идет монолог, по сути, не диалог, а монолог. Вот такой диалог односторонний, по сути дела, мы читаем ваши смс-ки, я смотрю на ваши фотографии, я понимаю, что за каждым фото стоит судьба, за каждой смс-очкой стоит судьба, я сопереживаю за каждую вашу судьбу и хотелось бы быть вам полезна максимально. Но что я хочу сказать, битва эта была, конечно, не на шутку, это 13 сезон, было много мистики, было много серьезных таких вещей, когда в перепалке или в каких-то таких моментах, когда идет страсти, вдруг останавливается автобус и глохнет, когда бушуют в автобусе страсти, не все показано в этой битве, потому что не все было возможно так подловить, поймать, посмотреть на это все, но я вам говорю, что битва действительно была мощнейшая, и не на шутку, как говорится, уже, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Но я хочу сказать, что все равно мы остались, слава Богу, целы, здоровы все, остались все-таки людьми, остались со своими, если мы входили, значит, происходили чудеса, если мы входили в эту битву одними, то выходили намного сильнее, потому что кто-то учился держать удар. Я, например, научилась выхватывать из толпы настоящего того человека, героя, который нужно было мне именно с ним работать, научилась не обращать внимания на людей, которые мимо шли, не путать эту энергетику, это потрясающий опыт для меня. 14 сезон будет еще более мощнее, еще более сильнее, и я знаю, что мистика 14 сезона будет потрясающей, я просто предвкушаю вот эту борьбу, потому что на эту борьбу идут мои друзья, и будет присутствовать там мой ученик. поэтому смотрите, наслаждайтесь, есть силы, которые нас ведут, те люди, которые обладают экстрасенсорными способностями, они действительно проявляются в нашей жизни, ну и, конечно же, общая молитва за судьбу нашей страны, за судьбу нас, за судьбу наших детей. я хочу, чтобы вы присоединялись именно к духовенству и обходили свои города, для того, чтобы уладить вот эту энергетику негативную, по часовой стрелке обходили свои города крестным ходом, только вера, только милость высших сил способна уравновесить вот эти все силы. Я желаю вам счастья, я люблю вас, я желаю вам удачи, невероятных свершений, чтобы поле боя было вот таким мирным, как было у нас, чтобы у вас в каждом вашем городе, в каждом окошке дома, в семье был мир. Люблю вас, будьте счастливы, всего вам доброго. Спасибо.